И хотя сейчас каникулы, ребята из кадетского класса все равно пришли к нему на занятия. Уже пять лет Валерий Алексеевич учит будущих военных о замслужбе, причем не только теоретически, но и на практике. Каждый год он и его подопечные выезжают на неделю на погранзаставы. Он дает очень много знаний именно по пограничным дисциплинам, которые понадобятся в будущей службе на заставах пограничных. Занятия с мальчишками это сейчас, а до этого 35 лет службы в погранвойсках. После окончания Московского высшего командного военного училища молодого офицера отправили на нелегкий участок в Среднюю Азию, где он прослужил 15 лет. Жизнь на заставе не сахар, знают все пограничники. А если при этом еще и жара плюс 49, кругом пески, а питьевую воду привозят за 120 километров, то тяжелее в стране. Но о годах в Туркменистане и Узбекистане полковник не жалеет и часто вспоминает события тех лет. Это задержание первого нарушителя границы, когда молодой лейтенант на втором году службы, вот обстановка, значит, и я знаю, что с недостатками, но задержание было совершено, все в порядке, это тоже. Это назначение на должность, на высшестоящую должность, рождение детей. Старшая родилась в Запорожье, жена выезжала, а младшая в Трабазаре, прямо по граничному отряде. Это не помешало мне выехать в командировку на следующий день. Человек скромный, о себе он говорить не любит, а уж о наградах тем более. В мирное время Валерий Алексеевич удостоен двух боевых наград. Одну из них, Орден Красной Звезды, получил за операцию на границе с Афганистаном, когда советские пограничники перекрыли канал поставки героина. До прихода военных там переправляли до 300 килограммов наркотиков. Тогда прямо в пустыне выросла погранзастава. В Забайкалье Валерий Алексеевич приехал в 89-м. Именно здесь его дочери наконец узнали, что такое Новый год. По-настоящему, со снегом. Я знал, что я востребован, что я нужен государству. Вот и все. Я имел сегодня эту моду, говорить, работу, да? Ну, дело не в работе. Я знал, что я нужен государству, что я делаю нужное дело. Вот, охрана государственной границы. С 97-го полковник Колесник на пенсии. Сейчас возглавляет Совет ветеранов-пограничников. Работает с молодежью. Без дела сидеть не любит. Чего стоит только его дом, как с картинки, построенной самим. Отличный хозяин. Он разводит домашних птиц, занимается резьбой по дереву. А летом у него собирается вся семья. Ведь участок превращается в цветущий сад. Любят и помнят Валерия Алексеевича и сослуживцы, которые сегодня поздравили его с юбилеем. Юрия Кумашенко в Дону Погорелых. Время новости.